Активность НАТО у наших границ стала поводом для диалога во дворце независимости. Александр Лукашенко рассказал о белорусской реакции на американские танки в Литве. Предстоящей весной там пройдут крупномасштабные учения Североатлантического альянса. Такая активность у наших границ не представляет угрозы, но и однозначно не повод для самоуспокоения. Глава государства поручил внести соответствующие предложения к конкретной мере по обеспечению безопасности Беларуси. Мы принимаем заявления политиков Европы и Америки, военных наших коллег о том, что они миролюбивые люди и не собираются с нами воевать. Мы это слышим, мы это понимаем, принимаем, но исходя из урока прошлого порох должны держать сухим. И на любые акции подобного рода мы должны адекватно реагировать. Никакого бряца не оружия, ни в коем случае. И вот о чем мы сегодня договоримся, мы так будем и действовать. Мы не будем тут фейки разные выдавать в средствах массовой информации, как это происходит у некоторых сильных мира сегодня. Нам эти фейки не нужны. Мы должны четко сказать людям, как мы на это будем реагировать и сколько это будет стоить. И своим соперникам тоже. Нужно учитывать тот факт, что учения будут проходить в непосредственной близости от белорусской АЭС. Она защищена с воздуха новейшим вооружением. Сегодня же глава государства поручил усилить ее наземную защиту. В Словакии в грузовом поезде обнаружили 11 детей-беженцев. Состав прибыла Сербия, проделав путь через Венгрию. Взрослых вместе с детьми не было. Выяснилось, что 9 из них из Афганистана и еще двое из Пакистана. Несовершеннолетних передали сотрудникам соцслужбы, которые разместили их в детдоме. Идет расследование инцидента. В Британии мужчина застрял на высокой дымовой трубе. Инцидент произошел в городе Карлайло на северо-западе Соединенного Королевства. К слову, высота трубы около 90 метров и висит мужчина на ней вверх ногами на протяжении нескольких часов. Спасатели пытаются вернуть англичанина на землю, но им пока это не удается. Семь медалей завоевали белорусские спортсмены. В Румынии завершился молодежный и юниорский чемпионат Европы по тяжелой атлетике. В активе нашей команды по двоеборью по сумме упражнений рывок и толчок две золотые, три серебряные и две бронзовые награды. В Бухаресте выступили около 500 спортсменов из 40 стран. Большинство триумфаторов в ближайшие дни переберется в Гродно, где с 1 по 4 ноября пройдет турнир памяти Александра Курловича. На соревнованиях можно завоевать лицензионные очки на Олимпиаду в Токио. Больше информации в 19.00. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok